Приветствую всех на канале, с вами ITDoc. Вместе с третьим крупным обновлением iOS 17 вышли новые прошивки iOS 1675 и iOS 1581. Apple не забыла о тех, кто использует более старые версии iOS, которые установлены на моделях iPhone 5-летней, а то и 8-летней давности. И за это купертино нужно отдать должное. Ну что ж, давайте посмотрим, что нового в iOS 1675 и iOS 1581 и зачем их нужно устанавливать. Бейте по кнопке лайка и подписки под этим видео и поехали спасать мир наших яблочных гаджетов. Новые прошивки iOS 1675 и iOS 1581 не содержат никаких новых функций. Если вы попытаетесь найти что-то новенькое, можете на это даже и не рассчитывать. Понять, что новая прошивка направлена на исправление проблем и ошибок можно по их размеру. В зависимости от устройства размер составляет около 200 мегабайт. iOS 1675 и iOS 1581 это точечные выпуски, а это значит, что они, как и последние прошивки 16 и 15 версии iOS, должны принести скрытые улучшения для пользователей iPhone, использующих эти операционные системы. Почему Apple не добавляет новых функций в таких прошивках? Ребята, все очень просто. Их официальная поддержка давно завершена, но купертино старые версии iOS периодически обновляют для исправления критических багов в системе. И за это им отдельное спасибо. В этот раз Apple в iOS 1675 и iOS 1581 устранила довольно серьезную ошибку в движке WebKit, которая позволяла вредоносному контенту проникнуть в ядро системы из браузера и выполнять произвольный код на радость хакерам. Друзья, эта уязвимость уже используется злоумышленниками в хакерских атаках. Имейте это в виду. Новые обновления уже доступны для установки. Если вы еще не получили уведомления о новой прошивке, тогда их рекомендуется установить вручную. Для этого нужно зайти в настройки, основные, обновления ПО. Что касается вопроса ставить iOS 1675 и iOS 1581 на ваше устройство или нет, лично я уже успел себе установить новую прошивку iOS 1581 проблем особых не заметил. Если на вашем iPhone есть проблемы, тогда можете смело обновиться, хуже точно не будет. Помните, что в настоящее время Apple подписывает еще предыдущие прошивки и вы можете легко откатиться. Делать это очень просто, вот здесь будет ссылка. Друзья, пожалуй на этом все. Вот такие у нас получились обновы iOS 1581 и iOS 1675. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду благодарен, если жмякните на колокол и поставите лайк. Всем желаю удачи и пока-пока.